Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного! Номер 975 События дня, Экклесиас 12, 13, 14 Выслушай им сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайно, хорошо ли оно или худо, за 17 августа 2018 года. Здесь объявление, просчитайте. Михаил Кальмаев. Благодарю, Игнатия Тихоновича, за стихи умные. Просто считать их, как стихи других поэтов, невозможно. Чтобы считать ваши, нужно попасть в тон с вами, как бы пропеть в унисон, прочувствовать мелодию души поэта. Эта мелодия должна прозвучать в душе и в сердце считающего, слушающего. Душа должна откликнуть себе, как бы пропеть мелодию стиха вместе с автором, внутренне прожить с автором, пережитая им. Но еще больше отклик бывает тогда, когда и сам пережил в жизни то, что и автор. Встречу с Господом и мысли, мысли о жизни и смерти, о быстро идущей к своему концу этой короткой жизни. У меня в этом году какой-то перелом случился. До этого я как-то легкомысленно относился к смерти. Она где-то, а я тут. Но сейчас я как бы явственно понял, осознал и даже физически ощутил, что она не где-то, а тут, рядом, со мною. И что она всегда была рядом, а я думал, что она еще далеко. Я теперь помню о ней и думаю о ней ни по книжному, ни с внешней стороны, а внутренне проникся. И ваш стих мне близок, потому что он вовремя подоспел, и мысли, и вера – все в унисон. И раньше, до этого, я думал и размышлял о смерти, но это было как-то не так. Сейчас лучше, явственнее, что ли. Какое-то начало формы. Святая Русь стихотворение. Это другое стихотворение, там он говорит о смерти. Прочитайте. Это Виктор поет. Вот он где. Заряди, просто. Святая Русь. Там один парень переделывает стихотворение. Это по-своему. Тоже поет на гитаре. Наталья Чернова. Спасибо. Христос Игнатий Тихонович. Стихи, как всегда, сильные и бесподобные. Кстати, приставка говорит, раньше была «без», а потом переделали на «без». Как вы думаете, правда ли это? Бесподобные. Бесподобные. Бесславные, бесхитростные, бесшумные. Слова-то какие получаются. Так и хочется «э» заменить на «з». Что будешь менять на «з», везде будет ошибка стоять. Это глухие, звонкие звуки. Все это. Что слово «без»? Вот так везде оно встречается-то. Беспечный. Ну что, «без» уходит в печный? Ну это выдумка. Три слова. Балбес. Тогда что, «бал», а внизу «без» подставить. Да глупости это. Как принято, так и писать надо. «Эс», а не «за». Смотрю, где вы учите, Виталия Калиникова слушала, где он о себе рассказывает, где теща ему быстренько постель постелила и сказала о болезни жены, что ей надо срочно забеременеть. Может, конечно, я и ошибаюсь, но прости меня, Господь. Но, может, она уже была беременна, то есть прикрыться этим хотели. Не знаю. Галина Влеска. Мир вам. Аминь. Стою в своем дачном доме на молитве с Библией в руках. Читаю. А за окном очередные разборки дачников. Общество с моей соседкой, председательшей, заглушают напрочь. Поступаю по первой мысли. Беру Библию и втайне посылаю слово. По воздуху крестное знамение в группу раздорников. Тут же распались на счастье и покинули место раздора. И все, оставшиеся тихо, стали обсуждать наболевшее. Работаем. Всех благ, крепости, радости и молитвы. С Богом. Ксения Юрова. Дорогой Игнатий Тихонович, позволительно ли женщине, которая видит согрешение священника, сказать ему об этом? Естественно, не в храме. Или это возможно только мужчинам? Отвечаю. Отвечаю Словом Божьим. И это Слово Божие неизменно. И надо в него вникать. Сын Человеческий, я поставил тебя стражем дома Израилеву, и ты будешь слушать Слово из уст моих, и будешь вразумлять их от меня. То есть надо знать Слово. И речь идет о пророке. Когда я скажу беззаконнику, смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет, от беззакония своем, и я взыщу кровь его от рук твоих. Но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, от беззаконного пути своего, то он умрет в беззаконии своем, а ты спас душу твою. И если праведник отступит от правды своей и поступит беззаконно, когда я положу перед ним преткновение, и он умрет, то если ты не вразумлял его, он умрет за грех свой, и не припомнятся ему праведные дела, ему такие делал он. И я взыщу кровь его от рук твоих. Если же ты будешь вразумлять праведника, что праведник не согрешил, и он не согрешит, и он жив будет, потому что вразумлен, и ты спас душу твою. Я беру разные местописания, которые нас наставляют, и тогда делай выбор сам. Матфея 18, 15. Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, а сестру, скажет, тут про нее не сказано. 1 Тимофея 5, 20. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Лукас 17, 3. Наблюдайте за собой. Если же согрешит против тебя брат твой, но выговори ему. Если покается, прости ему. Поясняю. Согласно только этих мест священной описания, мы не усматриваем, чтобы женщине запрещалось говорить наедине, выговаривать. Ну, не говорится это, поэтому тут мы можем на двое решать. 1 Коринфянам 14, 35. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. 1 Тимофея 2, 12. А учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Вывод. Пусть это сделает все же опытный брат и весьма осторожно. Женщины невоздержны и болтливы, и могут испортить важное дело. Скажут, а откуда вам известно, что они болтливы? Слово-то не евангельское. 1 Тимофея 5, 13. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Неверующего обличить могут, а вот со священником весьма опасно. Понимаете, вот на каждое слово человек должен обратить внимание, а тут привязывается. Почему? Осия 4, 4. Но никто не спорит, никто не обречает другого, и твой народ, как спорящий со священником. Посему не советую этого делать, пока не будет на то явное повеление Божие. Ксения. Спаси Христос. Я прочитала 71 правило Василия Великого, но там не указано, можно ли, нужно ли и женщине поступать в соответствии с этим правилом. Теперь все поняла. Низкий поклон. Финаева. Мир вам, дорогие воины Христовы. Игнатий Тихонович, благодарю вас, не забывайте. Пересчитываю и пересчитываю, как же верно и очень больно. Душа болит и сердце стонет. Это стихотворение. Дмитрий. Игнатий Тихонович, вы сейчас в деревне? В субботу или в воскресенье сможете принять звонок по скайпу? Накопилось несколько вопросов на благословскую тематику. Отмечаю, оповестил всех и не раз, что смогу принять только после 10 октября. Отец Игнатий. Скажите, пожалуйста, у ангелов есть ли свободная воля? Из лекции Геннадия Фаст я помню, что объясняет, нету ангелов свободной воли. И в Житии святых помню, тоже считала, и они пишут, что нету. И в этом ролике Игорь говорит, что нет свободной воли у ангелов. А в эту среду было занятие с Виктором Савченко. И Марина Христенко задала этот вопрос. И Виктор сказал, что есть свободная воля у ангелов. Я не стала перебивать у Виктора. В книге его видно, что без боли Божьей и сатана не может ничего сделать человеку, особенно душе. Дайте ответ по Библии. На 7.47 минутах задают этот же вопрос, и Игорь отвечает. Я так же понимаю, как Игорь. Я отвечаю, вопрос совершенно не касается спасения человека. Потому сам по себе вопрос может быть и назван праздным. И ответ в равной степени может быть одинаковым. То есть равноценным. Андрей Александров. Благодарю вас, Игнатий Тихонович, за такие стихи. Как много истины, каждая строчка в назидание. Многое в себе открылось. Игнатий Тихонович, что нужно считать мне в домашней молитве об усопшем. То есть отец умер. Только в Салтыре отвечаю. С добавкой, упокой Господь душу раба твоего Александра. Как на этом все. Ну и наши ресурсы показать. Вот. Люблю мой мир. Вот я в шапке. Тут можно переписываться. Удобно. Андрей Новгород поставил. Благодарен Игнатию Тихоновичу за все видео. Спаси Христос. Ну пусть пока постоит. Ну вот это православный форум. 1600 тем. И наш видеоканал. Тут многое можно взять. Считаем галья на 55. Вот. Рыбалка новая мордушка сечетой. 38. Ну а тут нет, 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 нет. Просмотра. Пробежали. Признаки рождения свыше. Такая тема. В храме проповедь говорю тоже нет ни одного. Пока. Пока. Ну вот. Показать еще. Православный библейский сайт. Как у нас он выглядит. Ну вот день прошел. Вчера что? До этого Пупков Сергей Павлович просил Виталия Калиникова, чтобы он поехал с ней в Биск. Там соревнования будет с собаками. Ну я говорю, ему надо работать. А тут помолился, подумал и говорю, как раз в пятницу отъезжать 12. До 12 с ним поработай. То есть эти часы отработай. Склад там они зашивают досками. Закрывают. Ну и он тогда поедет. Ну и правда так все и сделали довольно. Ему зарядили, дали аппарат. И с ними батюшка поехал, отец Аким, Барнаул. И там Сергей здесь все травы разные, которые собирал. Да там обстригали корни, обдирали листья и уехали. Вот события какие я пошел провожать. Два раза рыбу вытряхивал, ловил. Володя тут свое поливает огород. Я тут начал перед домом полисать. И там опять уже третий раз полил. Заново пришлось пропалывать. И лебеда, и крапива, пруд и все. И остатки, которые Володя распилил, он все-таки сделал. Это старую пилу, а новую никак не пилит. И чурки этим все стаскал на место. Вот так пошел Загуляевых пригласить на экскурсию по прудам. Но мы видели. Ну, когда видели, как, не знаю. Так. На этом вот и все. Субтитры сделал DimaTorzok